Звездное небо всегда привлекало человека своей неземной красотой. В его глубинах скрываются триллионы иных миров, временно недоступных для нас. Хоть наши исследовательские аппараты и побывали в самых разных уголках Солнечной системы, преодолеть межзвездную бездну они пока не в силах. Чтобы сделать шаг к иным светилам, необходим космический двигатель нового поколения, мощный и долговечный, способный побороть притяжение Солнца и служить в течение всего многолетнего межзвездного путешествия. До недавнего времени подобные технологии казались фантастикой, однако новые открытия делают их немного более вероятными. Давайте же попробуем разобраться, каким может стать гипотетический гиперпривод будущего. Ни для кого не секрет, что расстояния во Вселенной огромны. Даже с помощью самых лучших современных двигателей путь к Луне займет несколько недель, а на достижение Марса по самой оптимальной траектории потребуется уже более полугода. Если вспомнить о легендарных Вояджерах, то за 45 лет полета они успели покинуть лишь внутреннюю часть Солнечной системы. Следующие несколько тысячелетий им предстоит провести в длительном странстве через рассеянный диск и гипотетическое облако Оорта. Самым же быстрым космическим аппаратом на настоящий момент является солнечный зонд «Паркер», скорость которого к 2025 году достигнет рекордных 194 километров в секунду. Однако он получил такую возможность только благодаря притяжению Солнца, из-за чего никогда не сможет покинуть окрестности нашей звезды и обречен вскоре сгореть в ее фотосфере. По всей видимости, химические реактивные двигатели, широко распространенные в настоящее время, исчерпали потенциал своего развития и вряд ли пригодны для межзвездных путешествий. Разумеется, существуют различные альтернативные концепции, такие как импульсный ядерный привод или солнечный парус, однако их реализация упирается в ряд серьезных препятствий. Скорее всего, рано или поздно большая часть этих сложностей будет преодолена. При этом не стоит забывать еще об одной важной задаче, которую ставят перед нами длительные перелеты, а именно о стабильном и мощном источнике энергии. Все современные космические аппараты имеют сравнительно небольшие размеры и оснащены хоть и надежными, но маломощными источниками питания. Например, автономные исследовательские зонды, как правило, получают энергию от изотопных батарей, которые неизбежно деградируют со временем. Если вновь обратиться к легендарным «Вояджерам», то окажется, что практически все их системы давно обесточены, а сами аппараты много лет движутся по инерции. МКС и другие орбитальные космические станции комбинируют солнечные панели и радиоизотопные термогенераторы, однако большая часть их мощности потребляется системами жизнеобеспечения, а ионные приводы служат лишь для корректировки орбиты. В случае же с продолжительным пилотируемым полетом к далекой планете или звезде космическому кораблю потребуется гораздо больше энергии. Между тем, 99% пути да иного светила неизбежно пролегая через межзвездное пространство, лишенное очевидных энергоресурсов. Даже излучение самых ярких звезд заметно слабеет и рассеивается на бескрайних просторах космоса. Поэтому для путешествий к другим мирам нам потребуется автономный, мощный и желательно неисчерпаемый источник энергии. Чтобы нащупать потенциальный путь решения этой проблемы, необходимо заглянуть немного глубже в строение Вселенной. Именно там кроется целый ряд удивительных физических процессов, возможно, таящих в себе ключ к звездам. Чтобы найти его, нам придется зайти немного издалека. В 2017 году в результате совместной работы ученых из Принстона и Гонконга на свет появилось невероятное устройство на первый взгляд, нарушающее фундаментальные законы физики. Микроскопический механизм, состоящий из двух зубчатых кремниевых пластин, расположенных на расстоянии 100 нанометров друг от друга, оказался способен вырабатывать небольшое количество энергии буквально из пустоты. Казалось бы, подобное явление должно грубо нарушать закон сохранения энергии, один из основополагающих принципов построения Вселенной. Однако на самом деле все не так просто. В основе удивительного устройства лежит эффект Казимера Полдера, открытый еще в середине прошлого века. В самом простом варианте он заключается в следующем. Если две тонкие пластины разместить в вакууме на очень малом расстоянии друг от друга, то они начнут взаимно притягиваться. Данное явление тесно связано с принципом неопределенности Гейзенберга, из которого следует существование так называемых нулевых колебаний вакуума. Они представляют собой пары виртуальных частиц, которые постоянно появляются в любой точке Вселенной практически из ниоткуда. Однако время их жизни составляет всего лишь 10 в минус 24 степени секунд, после чего частицы исчезают обратно в небытие, восстанавливая мировой баланс. При этом, если в открытом пространстве генерируются виртуальные частицы с любыми параметрами, то между пластин могут рождаться лишь те, что имеют строго определенные длины волн. Как следствие, более многочисленные внешние частицы сильнее давят на пластины, чем внутренние. Для наглядности можно образно представить, что пространство между пластин обладает отрицательным давлением, словно из вакуума откачали еще немного вещества. Полученное механическое напряжение можно трансформировать в электрический ток, что и проделали исследователи из Принстона и Гонконга. И хотя сила его невелика, важен сам принцип. Ведь энергия поступает в наш мир практически из пустоты. К тому же даже маломощный источник неисчерпаемой энергии имеет огромное практическое значение. Например, в качестве автономного питания для микропроцессоров и другой высокоточной техники. Скажем, Вояджеры, оснащенные подобной гипотетической батареей, могли бы до сих пор передавать на Землю данные своих приборов, что открывает широчайшие перспективы по исследованию дальнего космоса. Из эффекта Казимера вытекает множество интереснейших физических феноменов, одним из которых является так называемый эффект Шарнхорста. Согласно расчетам, в пространстве между пластинами скорость света должна превышать привычное нам значение в 300 тысяч километров в секунду из-за отсутствия столкновений фотонов с виртуальными частицами. И хотя современные технологии пока что не позволяют провести данный эксперимент, из его математического обоснования следуют далеко идущие выводы. Например, широко известный проект гипотетического сверхсветового двигателя, известный как «Пузырь Алькубьера», получил доказательства своей потенциальной реализуемости благодаря ученым из Университета Бейлора, Джеральду Кливеру и Ричарду Обуузи. Они объединили уравнение квантовой теории поля и общей теории относительности, получив сложное, но четкое обоснование смелой концепции. Стоит заметить, что согласно квантовой теории поля, пространство имеет не три измерения, а гораздо больше, однако это становится заметно только на уровне микромира. Применив уравнение данной теории для расчета эффекта Казимера, исследователи пришли к выводу, что с помощью мощного энергетического воздействия можно управлять его свойствами. Если уплотнить пространство позади гипотетического звездолета и сделать более разряженным спереди, то образуется область, подобная пузырю Алькубьера, которая способна перемещаться со сверхсветовой скоростью. При этом не нарушаются законы теории относительности, ведь движется не сам корабль, а пространство вокруг него. С другой стороны, главной проблемой создания подобного пузыря с самого начала считалось невероятное количество необходимой для этого энергии. Согласно расчетам, для формирования сферы, способной вместить звездолет, необходимо превратить в излучение целую планету. Однако, если исследователям удастся масштабировать генераторы на основе эффекта Казимера до нужных мощностей, мы сможем получать энергию в любой точке Вселенной буквально из пустоты. Разумеется, для полноценного функционирования звездолета необходимо решить еще множество задач. Ведь космическое пространство – не самая благоприятная среда для человека. Например, оно пронизано смертоносной радиацией, которая не только разрушает клетки живых организмов, но и провоцирует негативные мутации у их потомков. Для защиты от нее можно использовать толстые металлические щиты или магнитные поля с определенными параметрами. Причем оба способа имеют свои достоинства и недостатки. Другой угрозой могут стать случайные столкновения с микрометеоритами и космической пылью. На большой скорости даже крошечная песчинка обладает невероятной кинетической энергией и способна пробить насквозь металлическую пластину. В долгом же межзвездном перелете возможности ремонта крайне ограничены, а пробоины в корпусе может стать фатальной. Кроме того, длительная экспедиция без поддержки Земли требует создания замкнутой биосферы в пределах звездолета. В настоящее время учеными разных стран ведутся работы в этом направлении. Например, на борту МКС уже долгие годы выращивают различные растения как в научных целях, так и для употребления в пищу. Параллельно с этим инженерами разрабатываются системы переработки отходов и очистки продуктов жизнедеятельности. Однако до создания полноценной орбитальной экосистемы еще очень далеко. Конечно, это не все проблемы, с которыми могут столкнуться покорители космоса. В конце концов, мы сделали только первые шаги за пределами планеты. И многие детали Вселенной остаются скрыты от нас. Очевидно, что влияние подобных экзотических полей на человеческий организм пока еще совершенно не изучено. И в будущем ученые наверняка встретятся с новыми вызовами, решения которых станут ступеньками к очередным открытиям. Кто знает, возможно, одно из них заставит нас взглянуть на Вселенную по-новому. Субтитры создавал DimaTorzok